Всем привет, ребята! Меня зовут Богатейший Ди, добро пожаловать в новый выпуск на моём канале. Канале, который не боится трудностей и преодолевает все преграды на своём пути к большой цели — доминированию биткоина над всей финансовой системой. Мы лишены страха в своей борьбе, прямо как этот пчеловод перед пчёлами. Я уверен, что многим очень не понравилось вчерашнее движение цены биткоина, но давайте посмотрим на картину, начиная с последнего минимума, который был 15 июня. В тот момент биткоин стоил около 9 тысяч долларов и подрос до 9 тысяч 700 с целью вновь попробовать пробить линию сопротивления на 10 тысяч долларов. Теперь давайте посмотрим на график цены с момента халвинга, потому что крайне важно понимать, как именно движется биткоин после этого важного события. Как мы видим, биткоин фактически отскакивает от линии поддержки сопротивления на уровнях 9-10 тысяч долларов соответственно. Так продолжается уже практически 2 месяца. Можно сказать, что это период консолидации. Когда мы видим долгую консолидацию, обычно это означает, что приближается решающий выбор – падение вниз или взлёт вверх. Так что же случится? Давайте попробуем разобраться. Мы можем сравнить текущую ситуацию с тем, что случилось в 2016-м, ведь после того халвинга биткоин тоже показывал длительную консолидацию. Халвинг 2016-го произошёл 6 июля. Биткоин показывал подъёмы и падения и на месяц застрял в консолидации в диапазоне между 600 и 700 долларов. Длительная консолидация привела к большому движению. С 650 долларов биткоин резко рухнул к полутысяче, показав 20% падения всего лишь за один день. Итак, прошлое – это показатель будущего? Упадёт ли биткоин уже на следующей неделе или в ближайшем будущем по завершению нынешней консолидации? Вот в чём суть. После халвинга 2016-го майнеры стали получать вдвое меньше за свою работу, а цена биткоина недостаточно выросла для того, чтобы это компенсировать. Поэтому майнеры начали продавать резервные биткоины для продолжения своей работы. Но не сразу, а постепенно. Именно поэтому мы и наблюдали период консолидации, когда цена биткоина болталась от 600 до 700 долларов. В конце концов, всё это привело к падению цены главной криптовалюты. В настоящее время события одновременно и похожи, и отличаются. На ресурсе Bytee3 мы можем посмотреть на данные майнинга биткоина. У них есть способ измерения, который называется MRI – изменение в количестве оборудования для добычи биткоина. Если показатель MRI выше сотни процентов, это означает, что майнеры продают больше биткоинов, чем добывают. Если показатель MRI ниже сотни процентов, значит майнеры накапливают биткоины, которые они добывают. Давайте посмотрим на изменение этого показателя во времени. Сутки назад MRI составлял более 376%. Это значит, что майнеры воспользовались взлётом цены в этот день и продавали свои биткоины. На прошлой неделе MRI немного более 118%. Это значит, что майнеры тоже продавали свои биткоины, но не так активно. За прошлые 5 и 12 недель MRI едва превысил 100%. В эти отрезки времени майнеры иногда продавали свои биткоины, но не слишком интенсивно. Как мы видим, самый активный период продаж майнерами пришёлся на 24 июня, как раз тогда цена биткоины начала падать. Помимо фундаментальных данных, у нас есть и спекулятивная информация относительно гарантированного бычьего движения крипторынков. Два дня назад CoinDesk принёс новости о том, что PayPal и Venmo будут предлагать своим пользователям услуги по продаже и покупке биткоина. Об этом трубили все криптоблогеры, кроме меня, потому что я человек, а не робот. Многие ресурсы говорили о том, что PayPal и Venmo будут предлагать своим клиентам прямую продажу и покупку криптоактивов. Также у этих компаний будет приложение с функциональностью криптокошелька. Они будут обеспечивать ликвидность, сотрудничая с большим количеством бирж. Данная услуга, возможно, станет доступной в течение трёх месяцев. Я называю эту новость спекулятивной, потому что ни PayPal, ни Venmo не подтвердили и не опровергли эту информацию. Что же должен делать крипторынок в ожидании подтверждения этих слухов? Он будет продолжать консолидироваться и, возможно, снова приблизиться к 10 тысячам долларов на следующей неделе. Однако новости от PayPal и Venmo всё же просочились. Их официальная информация уже почти готова увидеть свет. И после её выхода, по моему мнению, произойдёт взлёт. Но есть одна монета, которая может взлететь выше других и даже выше биткоина после выхода этой информации. И это Ethereum. Помните, что PayPal и Venmo собираются сделать приложение с функциональностью криптокошелька? Да, это может быть обычный биткоин-кошелёк или что-то типа того. Но давайте вернёмся к PayPal. Кто же владеет им? Кто купил его в 2002 году за шокирующие тогда деньги полтора миллиарда долларов? eBay. А кто в 2018 году решил присоединиться к Enterprise Ethereum Alliance? eBay. А всего лишь спустя год, в 2019 году PayPal Ventures, подразделение PayPal, которое занимается инвестициями финтех-стартапы, привлекло 4,2 миллиона долларов в стартап под названием TRM Labs. А это кто вообще такие? TRM Labs создали платформу для управления криптовалютными рисками и соответствия действующим стандартам для ускорения принятия криптовалюты. Криптовалюты. Платформа помогает финансовым институтам в борьбе с отмыванием денег, мошенничеством и обманом в криптопространстве. Она была построена при участии мировых экспертов по машинному обучению. И, конечно же, мы видим упоминания и PayPal на их сайте. Итак, на какой криптовалютной платформе они сфокусировались? В статье от PR News говорится следующее. Также TRM создает инструменты, которые используют машины обучения для автоматического определения подозрительной активности. Такой, как, например, отмывание денег и манипуляции рынком. Более 20 тысяч людей верифицировали свои эфириумные адреса на платформе TRM, сделав ее одной из крупнейших идентификационных сетей для эфира. В статье еще не раз упоминается эфириум. Недавно TRM выпустили свое аналитическое решение для True ESD от Trust Token, одного из крупнейших стейблкоинов, подкрепленного фиатной валютой. Это решение должно помочь Trust Token улучшить развитие монеты и уменьшить риски. Trust Token использует TRM для аккуратного сегментирования базовых групп пользователей и определения, какие биржи показывают естественный рост. Но самое главное не это, а главное то, что True ESD от Trust Token построен на базе эфириума. Так зачем же компании, поддерживаемой PayPal, фокусироваться на эфириуме, если сам PayPal вроде как и не думает это делать? Все просто, ребята, PayPal инвестирует миллионы долларов в это дело не просто так. Он тоже думает об эфириуме. А что насчет Venmo? Вот они куда более загадочные, чем PayPal, и найти их связи с кем-либо очень сложно. Так что если у вас есть какая-то информация об этом, напишите ее в комментариях, я буду очень благодарен и сделаю, наверное, по этому поводу видео, если оно вообще будет кому-то интересно. Еще одна вещь, о которой я хотел поговорить в завершении, имеет отношение к тезеру, эфириуму и еще одному протоколу, который пытается быть подражателем. Трону. Недавно тезер написал следующий твит. Обращение к общественности. 29 июня тезер в координации с третьей стороной проведет свап значительного количества токенов с Tron TRC20 на эфириум ERC20. Дополнительная информация появится в ближайшие дни. Данный процесс не повлияет на общее количество тезера. Да, они переносят токены с блокчейна Tron на блокчейн эфириума, а бедный Джастин Сан потеряет еще больше, ведь он подарил 20 миллионов долларов для того, чтобы поощрить переход тезера с протокола Omni на Tron. В итоге все оказалось впустую, так как тезер и вовсе уходит на эфириум. Похоже, что этот стимулирующий 20 миллионный план Джастина был просто маркетинговым трюком, который никогда не окупится. Либо же эти деньги просто проциркулировали через друзей Джастина и где-то среди них и потерялись. Однако вся прелесть твита от тезера это читать ответы на этот твит, в которых два известных криптодеятеля поспорили на 0,3 биткоина, что тезер на эфириуме будет лучше, чем на троне. Вот твит, в котором Ларри принимает пари и говорит «Да, я в деле. Уди, его оппонент, независимый разработчик биткоина и ярый сторонник Tron, который еще в ноябре прошлого года заявлял, что Tron превзойдет эфириум». Эти выводы он сделал, услышав слова Джастина Сана о приобретении биржи Poloniex, которая, кстати, окончательно и полностью провалилась. Объемы торгов до приобретения Poloniex с Джастином составляли примерно 15 миллионов долларов в сутки. На протяжении следующих шести месяцев Sun пытался поднять эти объемы, и иногда они доходили даже до сотни миллионов в сутки, но все усилия были напрасны, и сейчас они вернулись к тому, с чего и начинали. Около 15 миллионов долларов в сутки. Это также подтверждается данными Alexa Rank за последние три месяца. Как мы видим, сайт биржи Poloniex.com опустился на 22% в рейтинге, с места под номером 5700 до места под номером 7056, всего лишь за 90 суток. По моему мнению, все это лишь указывает на то, что попытки Tron быть новым эфириумом не слишком удачные. И я могу гарантировать, что вы не увидите, как PayPal интегрирует кошелек на базе Tron. Однако есть большая вероятность, что этот кошелек будет построен на эфириуме, ведь PayPal инвестирует в стартапы, которые занимаются разработкой на эфириуме. А на этом все, меня зовут Богатейший Ди, подписывайтесь на канал, делитесь видео с друзьями, комментируйте, обязательно богатейте. Увидимся в новом видео. Субтитры подогнал «Симон»